МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа новости Сургут-24 в студии Юлия Давыдова. В начале выпуска коротко о главных темах. Югорчане собрали за два месяца 4 тысячи посылок солдатам и жителям Донбасса. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год. Делом займется полиция. В Сургуте дети в два захода разгромили одну из фигур в ледовом городке на пустыре у торгового центра «Росич». И вкусно, и вдвойне полезно. В Сургуте провели школу-семинар для диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии, учреждений здравоохранения. Продукты длительного хранения. Костыли, гигиенические принадлежности. В Сургуте готова к отправке четвертая партия гуманитарной помощи с начала текущего года. В сторону Донецкой народной республики с грузом от югорчан выехали две фуры. Волонтеры загрузили в машины полторы тысячи адресных посылок, что привезли в наш город из 12 муниципалитетов. 15 палетов с коробками для батальонов сформировали представители общественных объединений. К слову, поддерживают бойцов не только люди в тылу, собирая для них посылки. Также, например, ездят на линию соприкосновения и в госпитали с концертами. Есть интересный груз. Это два палета адресных посылок от Сургутнефтегаза, от профсоюза. Всякие сладости, вкусняшки ребятам. Они сформировали такой вот подарок радостный, приятный. И тоже мы передаем. И все это взаимосвязано с тем, что сейчас у нас ездит по территории СВО и Белгородская, Воронежская и Ростовская области агитбригада под руководством председателя КСВО нашего регионального Владимира Бондарева. И еще два артиста. И они дают концерты. И это тоже артисты. Они имеют отношение к Сургутнефтегазу. Сегодня на складе гуманитарного корпуса помогали погрузить палеты в фуры специалисты из спортивных и патриотических организаций Сургута. Отмечу, что за 2023 из нашего города было отправлено около 5000 посылок. А в текущем году чуть меньшее число коробок удалось сформировать за два с небольшим месяца. Как рассказала руководитель штаба добровольцев Югры, в марте сбор адресных посылок не планируется. Вместе с тем Светлана Басова подчеркнула, что в госпитале требуются волонтеры. Добровольцы могут не иметь медицинского образования. Добавлю, что гуманитарный конвой с грузом общим весом 40 тонн по пути заедет в Екатеринбург, где его доформируют уральские коллеги. У нас на сегодняшний день открылся, сформировалась новая команда. У нас потихоньку гумкорпус разрастается, поскольку добровольцев с различных регионов, это уже 43 региона, участвуют, соответственно, и открываются новые пункты. И вот там такая команда добровольцев гумкорпуса образовалась, и они уже тоже собрали свой первый груз, первую помощь, посылки. И мы там тоже его подбираем. Для госпиталя они собрали также много очень. Госпитальная миссия сейчас тоже становится очень известной и популярной. Мы максимально привлекаем добровольцев с разных регионов. В Сургуте дети в два захода разгромили одну из фигур в ледовом городке на пустыре у торгового центра «Росич». Информации и видео в своих соцсетях поделился глава города Андрей Филатов. Вечером 29 февраля несовершеннолетней палкой целенаправленно ударил по голове ледяной снегурочки. А вечером следующего дня эта же обезглавленная фигура стала целью для группы подростков. Они орудовали и руками, и ногами, и в итоге уронили ее. Ни в том, ни в другом случае вандалов не смутило и не остановило присутствие многочисленных очевидцев. Но никто из них, как видно на записи, не сделал даже замечания. Информация направлена в ОМВД России по Сургуту. Вода из гидранта в Сургуте залила улицу. Сегодня утром на пересечении улиц Ивана Захарова и Университетская отказал пожарный гидрант при заправке машин огнеборцев. Они ликвидировали возгорание в доме на 30 лет Победы 54. Вышедшее из строя оборудование способствовало тому, чтобы прилегающие улицы и тротуары оказались покрыты холодной водой. На место выехала аварийная бригада горводоканала. Сейчас продолжаются работы по устранению последствий инцидента. В пресс-службе муниципального коммунального предприятия отметили, что перекрытие водоснабжения жилых домов не требуется. Однако возможно временное ухудшение качества питьевой воды в северо-восточном и восточном районах города. Власти Сургута подготовили жителям несколько парков и скверов, которые в случае общественной поддержки получат финансирование на благоустройство в 2025 году. Реализация традиционно будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Традиционно состоится и рейтинговое голосование. Оно стартует 15 марта и завершится 30 апреля. Для получения софинансирования нужно набрать определенное количество откликов суммарно за предложенные инициативы. На 2025 год предложены два этапа продолжения реализации парка по улице Республики. Кроме того, предложен последний этап парковой зоны 20А с установкой детских площадок, с установкой мини-роллер-дрома и также мероприятий по дорожно-тропиночной сети и освещению. И территория дорожно-тропиночной сети в парке Засаймай. По результатам прошлогоднего опроса сургутяне выбрали три общественные территории. Парк Засаймай набрал 52% от общего числа откликов. Парковая зона в микрорайоне 20А – 30%, сквер на Республике – 18%. К благоустройству приступят в начале лета. В 2025 году, если жители поддержат, планируется комплексное завершение всех работ на выбранных территориях. В любом случае, объекты, которые представляются для голосования, которые представляются для реализации в текущем-следующем году, они имеют ограничения по финансированию на каждый год. У нас проходят мероприятия по софинансированию – это 20-80%, 20% местный бюджет и 80% – это федеральный и окружной. Вкусно и вдвойне полезно. В Сургуте провели школу-семинар для диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии, учреждений здравоохранения. Главная тема встреч – организация лечебного питания. О том, как сейчас кормят пациентов в стационарах больниц и какие новшества стали применять в этой сфере, расскажет Карина Алексанян. Чтобы вкусно, но главное – полезно. В Сургуте прошел очередной окружной семинар для специалистов системы здравоохранения по направлению диетологии и лечебное питание. Его участники – ведущие специалисты из области нутрициологии, диетологии, медицины, а также научной сферы. Они вместе с лекторами разобрали организационные процессы подачи питания в стационарах медорганизаций. На первый план оно не только выходит, оно там постоянно и никогда с этой позиции не сдвинется – это пищевая безопасность. Это пищевая безопасность, это приобретение в первую очередь качественных продуктов питания для нашего конечного потребителя. Это пациент для того, чтобы мы могли нормально работать в этом направлении и работать в направлении лечебного питания, потому что в нем имеются особенные требования. Обсудили также и новшества, которые внедряются в систему здравоохранения. Например, энтеральное питание. Это своего рода метод нутритивной поддержки, при которой питательные вещества в виде специализированных смесей поступают пациенту через зонд или гастростому. Такой подход позволяет додать все необходимые микро- и макроэлементы, которых не хватает в обычной пище. Новшество заключается в том, что на сегодняшний день уже в лечебном питании, помимо стандартных блюд и стандартных рационов, существуют еще и специализированные пищевые продукты, их три вида. Два вида, которые используются на пищеблоке – это смеси белково-композитные сухие, и второй вид – это витамины и минеральные комплексы. По ним работают и введены уже в полном объеме государственные стандарты, ГОСТы по-старому. На самом деле лечебное питание в лечебных учреждениях – это уже жестко регламентированный подход, это жестко регламентированное меню, которое является такой же медицинской услугой, как и осмотр терапевтов поликлиники. Лечебное питание направлено не только на разработку рационов для людей с непереносимостью различных продуктов. Его основная задача заключается в том, чтобы прежде всего восстановить нарушенное равновесие в организме во время болезни. Журналисты ОМЕДИА поинтересовались у пациентов Сургутской клинической травматологической больницы, нравится ли им, как их кормят. Дала комментарии гостья из Донбасса, которая в течение месяца лечилась в Сургуте. Вот насколько правильно питание поставлено. Домашняя еда явно отличается от этой, но мы не чувствовали. Нам никогда не есть, не хотелось ничего. Все, и котлетки нам давали, и мясо каждый день, и кофе, и чай, и какао. Мы очень благодарны, что так вот продумано. А порции такие ароматные, даже я при своем не худеньком весе наедалась, его еще и оставалось. Пациенты детского отделения сургутской травматологии привередливы в еде. Но, как признаются сами родители, меню в стационаре достаточно разнообразное. Мы уже находимся здесь неделю, и я могу сказать по питанию, что в принципе пища разнообразная, питательная, что в зависимости от завтрака, обед и ужин, поэтому я могу сказать, что все хорошо, и питание, и обслуживание, все чистенько, все замечательно, вкусно. Могу сказать, что да, точно, вкусно. Как взрослому человеку для меня питание идеальное. Организация лечебного питания сейчас жестко регламентированный процесс. Государственные стандарты прописаны на любом этапе, от закупки и приготовления продуктов до самой подачи блюд. И соблюдение всех норм вместе с новациями идет только на пользу пациентам. Карина Алексанян, Эльза Шайметова, Денис Зонов, Сергей Коликов. Сургут-24. Сургутяне познакомились со стихией букв. Одноименная выставка каллиграфии и летеринга открылась в культурном центре Порт. Такая экспозиция дебютная в истории учреждения и объединила авторов из Нижнего Новгорода, Москвы, Нижневартовска и Сургута. Свои работы в разной стилистике представили 12 художников и дизайнеров. Творческую атмосферу на открытии выставки поддержали молодежное театральное объединение «Оксюморон» и инструментально-музыкальные номера в исполнении молодых сургутских талантов. Работы есть художественные, работы по летерингу. Также у нас есть цифровой проект по летерингу от московской студии каллиграфии и летеринга. Куратором которой является Юлия Кузнецова. Она предоставила нам любезно эти работы и зрители смогут насладиться всеми радостями цифровой иллюстрации цифрового летеринга. Концепция выставки заключается в том, что здесь показаны разные виды каллиграфии. И они также по залам встроены. То есть где-то художественная каллиграфия вместе с плоской кистью, где-то летеринг, где-то острое перо. То есть концепция строилась именно на этом. Каллиграфия и летеринг – искусство с историей. Но в последнее время приобрели особую актуальность. Несмотря на их схожесть, различия все же есть. Каллиграфия – искусство оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере. Дословно с греческого переводится как «красивый почерк». Летеринг – это техника рисования букв. Самый яркий пример – надписи в барах и кафе, сделанные мелом. Отличается от каллиграфии тем, что буквы не выписываются, а именно рисуются. В Сургуте направление новое, которым активно увлекаются молодые художники. У меня работа получилась про любовь. В центре картины у меня получилось слово «love». И дальше я уже решила связать элементы картины именно с этим словом. Обычно у меня получаются такие импульсивные работы. То есть все работы я выполняю в моменте. Это не было как-то задумано и заготовлено заранее. То есть я создавала фон. Дальше уже пришло слово «любовь». Я его изобразила. И дальше вот все как в тумане. Я очень много раз расписывала людей каллиграфии, зачастую девушек. И в этот раз я решила, что будет очень интересно, если придет живой человек, расписанный каллиграфией. Все смогут посмотреть на картину не только на стенах, но и живую, которая буквально ходит. Конкретно из моих работ представлены, по крайней мере, мои самые любимые. Наверное, самые яркие, самые осмысленные. Большой холст и пару поменьше. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Увидимся на наших каналах. Прямой рейс знаменитой международной сети Том Ямбар из Таиланда прибывает в Сургут. Дорогие гости, вас ожидают более 10 видов знаменитых супов и, конечно, хиты тайской, японской, вьетнамской и даже индийской кухни. Для самых маленьких гостей большое ресторанное игровое пространство Том Ямбар. Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в центре Акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59 35 35. Центр медицинской эстетики Акватория. Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине Цветы мира. Югорский тракт 7.4. Блок А. Телефон 70 70 07. Паш. Маша, не сейчас. Паш. Маша, не сейчас. Паш. Маш, ну не сейчас. Маш, а интернета-то нет? Я тебе целый день об этом хотела сказать. А интернет от Телеплюс работает всегда. А еще Телеплюс – это умный дымофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение в едином тарифе. Звони скорее, будем подключаться. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Субтитры создавал DimaTorzok